Фамилия моя Попов Владимир Александрович Живу я в Тамбове В местной церкви несу служение проповедника Кроме этого преподаю исторические богословские предметы В Московском институте духовной музыки К этому учебному заведению я прикреплен на постоянной основе Ну и в то же время приходится преподавать В других духовных школах региональных В Ростове, вот здесь в Курске Иногда, может быть, в каких-то других местах Я преподаю истории церкви Истории еванского движения в России Это тоже отдельный курс Ну и некоторые богословские предметы Такие как христианская этика Этика, гомилетика, сравнительное богословие Христианская апологетика Кроме этого, помогаю заполнять страницы наших христианских газет и журналов Различными статьями, почерками Иногда бывают публикации и в светских изданиях Есть такая газета, называется она «Независимая» Два раза в месяц она издает приложение специальное Это приложение называется «Религия» Обзор текущих событий, проблем церковной жизни Обзор жизни разных конфессий Протестантских, православных, католических Ну и вот мне там приходится представлять Наш современный российский баптизм, евангелизм И в то же время его историческое наследие Исторические корни Вот в основном круг моих интересов Это проповедь, преподавание и писание в широком смысле Подготовка статей, книг на различные темы Книга псалмов играла очень большое значение В нашей отечественной российской культуре А так как у нас самое основное служение Это служение миссионерское И вот Бог определил нам жить в стране С православным менталитетом С православной ментальностью То желательно вот любой наш предмет Или большинство предметов Привязывать к нашей отечественной истории К нашей отечественной культуре К менталитету Если мы посмотрим на жизнь наших предшественников На жизнь россиян Начиная с 16-го, 17-го, 18-го, 19-го века То у наших далеких предков Три книги считались настольными Учебными На трех книгах воспитывались целое поколение От мала до велика Эти книги были почти в каждом семействе Если там были люди, умеющие читать Более-менее писать Значит, какие же это три книги? Первая – Евангелие Вторая очень популярная книга была Это так называемая «Жития святых» Или «Житийная литература» Евангелие, «Жития святых» И третья – псалтирь, псалмы Сейчас, конечно, вот такая тяга К этим трем источникам Угасла в какой-то мере И целенаправленным методом Она была заглушена в советский период Вот эта традиция прерывалась С помощью воинствующего атеизма Сейчас есть некоторый процесс возрождения И вот опять эта ментальность Православная наша тоже в какой-то мере чувствуется Потому что если вы будете вести диалог С православным человеком Вы сразу заметите, что Библейские книги Не очень хорошо знают православные люди Но православные ревностные Каждый день почти читают псалмы Очень любят читать псалмы Книгу-псалтирь Там есть, конечно, специальные еще молитвенники У православных Утренние молитвы, вечерние и так далее Да, это как дополнение, приложение Но все-таки основа-то вот Основа истоком для всех последующих молитвословий Служила библейская книга псалмов Псалтирь Само слово псалом В переводе с греческого Буквально переводится как Брятцание по струнам Брятцание по струнам В древности псалтирью называли Музыкальный инструмент Не книгу Не сборник духовных песен А музыкальный инструмент так назывался Псалтирь Да, вот там же В псалмах Встречается такое выражение Вы помните его Воспрянь псалтирь и гусли Я встану рано Воспрянь псалтирь Значит, вот возьму псалтирь Заиграю С вдохновением, с энтузиазмом По виду он похож на арфу Вот есть возможные изображения Средневековые Где царя Давида изображают Как музыкант, как поэт Он обычно в руках В руках или под руками У него такой большой инструмент Со струнами С декой Такой Очень похожий на арфу А сегодня этот инструмент Не функционирует? Ну вот, кто специально занимается Сохранением или возрождением Древнего русского пения Древней русской музыки Некоторые подобия, по-моему, есть Можно где-то встретить В каких-то музеях В специальных центрах То в Москве там есть Музей-усадьба Коломенское Многие из вас, наверное, там были Там эти колокольные звоны Постоянно Концерты Колоколов проводят На открытом воздухе И там часто выступают Всяческие ансамбли Песнопения Такие древние Народные И одежда там у них Специальные Песни И, может быть, иногда Даже там они применяют Вот эти древние инструменты Ну, какое-то подобие Может быть Этих древних инструментов А из современных инструментов Нет никакого Которая более похожа на псалты Похожа на псалты Чтобы хоть визуально представить Как он выглядит Наверное, вот он больше похож Не на арфу Арф это вот Так обычно она стоит Да? Притекально А псалтири Скорее на гусли Да, вот так Похож на гусли Да, да, да Такой вот примерно образ На древнееврейском языке Книга псалмов Называется как Книга хвалений По-древнееврейски Мизмор Мизмор Собраний песен хвалы Книга хвалений Ну, если обобщить Все вот эти Значения разных слов Применяемых в псалтири То можно дать Такое краткое Обобщающее определение Что такое Псалмы Это духовные песни Духовные песни Сопровождаемые игрой На музыкальном инструменте Это такое Обобщающее Классическое определение Того, что есть Псалом Библейский Это не Не акапелла Не просто пение А обязательно Вот должно быть Присутствие музыки Музыкальный фон Музыкальное обрамление Песни в сопровождении Музыки Если опираться на Библию Кто же был Учредителем Музыкально-певческого Служения В древности Кто? Давид Да Царь Давид Об этом подробно Рассказывается В первой книге Паралипоменон 25 глава Первая Паралипоменон 25 глава Она свидетельствует о том Что царь Давид Был главным инициатором И главным учредителем Музыкально-певческого служения Который составлял Как раз основу Богослужения Основу поклонения У древних евреев Во главе Певцов и музыкантов Древних стояли Три маэстро Давид назначил Трех лиц Трех личностей Главных руководителей Главных регентов Главных руководителей Музыкальных коллективов Что это были Три человека Асав Еман И Идифун Интересно то Что у Емана Было 17 детей И все они пели И играли Во время богослужения Это был Такой семейный коллектив Семейное Музыцирующее сообщество У нас тоже такая традиция Наблюдается В некоторых семьях Музыкально-певческая Мы с вами Наверное на Прошлом курсе По истории Говорили о Семье Фетлера Василий Фетлер Это знаменитый Проповедник Евангелист Он стоит в ряду Таких евангелистов Как Двайт Муди Чарльз Финней Таррей Билли Грейм Это западные люди А вот Василий Фетлер Это представители Нашей церкви Российской Что у него было 13 детей Из 13 детей Образовался Семейный Духовой оркестр И когда Фетлер устраивал Такие большие Шествия Уличные То впереди Шел Вот этот Оркестр Из 13 детей Его Привлекал народ Потом Шли певцы Затем Шли люди С трактатами С евангелиями Раздавали Всем Встречным Прохожим Ну и потом Когда Фетлера Изгнали из России В 1915 году Дети тоже Там оказались Они странствовали По Европе Потом в Америке Осели Этот Семейный Оркестр Он Давал Духовные Концерты В разных Странах В разных Городах И Дифун Тоже Был такой Личностью Своебразной Среди Вот этих Трех Маэстро В чем Его Своебразие А он Не был Евреем Хананейнин Как раз Вот С той земли Которую Израильтяне Завоевали А это тоже Не случайно Почему? Потому что Ханан Ханан Скофеникийский Край В древности Считался Местом Где была Очень высокая Певческая Музыкальная Культура С высокоразвитой Музыкальной Певческой Культурой Так что Он не случайно Оказался В составе Основных Руководителей Музыкально-певческого Служения Книга Псалмов Большое место Занимает И в книгах Нового Завета В эпоху Нового Завета В жизни Первых Христиан В жизни Древней Церкви Когда археологи Проводят Исследования Римских Катакомб Где, как вы знаете Первые христиане Устраивали И богослужения И захоронения Усопших Верующих То там На стенах Археологи Находят Изображения Играющих На музыкальных Инструментах И поющих Такие вот Сценки Простые Незамысловатые С изображением Певцов У музыкантов Кто из вас Может вспомнить Какие-либо Тексты Из Нового Завета Связанные С библейскими Псалмами Ну не обязательно Там буквально Из слова в слово Хотя бы вот в общем Боже мой Боже мой Боже мой Для чего Он не оставил Христос Когда 19 Псалм Или 21 21 Да Это 21 Псалм Эти слова Христос Где произнес На кресте На кресте Да Это вот Дословно Молитва Из 21 Псалма 4 Глава 6 Стих Ангелом Своем заповедует Тебе на руках Понесут тебе Да не притнешься Камень Ногою твоей А еще Книги Деяния Книги Деяния Да много ссылок Когда Апостолы проповедовали Павел например Проповедует И говорит Как написано Во втором Псалме Ты сын мой Я ныне Родил Тебя Это 13 Глава Книги Деяния Вошедших в дом Увидели младенца С Марией Матерью И плача Поглонились На крюч Сокровища Свои Принеси ему Дары Золото Ладно Смирно В Псалмах же есть Про золото Ладно Есть Не буквально А в некоторых Псалмах Есть Ну и Послание Апостол Павел Тоже Послание Пишется Сылается Послание к римлянам В третьей главе Нет Делающего Добро Ни одного Да А там Где Вот например Павел Послание Говорит О О разных Жанрах Певческих Как он там Упоминает Псалмы Никто не помнит Послание К ефесянам К К Калосянам Словословия Да 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 Выразумляете Друг друга Чем там Псалмами Словословиями Песнопениями Да Песнопениями Духовными Вот Три жанра Он перечислил Которые Болен ли кто Да Читай псалмы Не Призови пресвитера Пусть поет Весел ли кто Пой псалмы Да Весел ли кто Пусть поет псалмы Пой псалмы Да А злостраждет ли кто Да Тот пусть молится А весел кто Пусть поет псалмы Вот еще Евангелие Атиана 17 глава 17 стих И тоже Псалом 118 А святих Истинное Бои Слово Твое Истинное А как Христос Иногда ссылался На псалмы Как Он Иногда указывал На псалмы Никто не вспомнит Вот Одно Восклицание Христа Вы уже Привели Разнесенное На кресте Боже мой Боже мой Для чего Ты меня Оставил Ну вот 17 глава Атиана Это что же Его молит Ну да Христос Молится И говорит Святия Истина Своя Слово Твое Истина Да Это вариация Из псалмов Не вспомните Те места Где Христос Не цитирует Псалмы А просто Ссылается На них Упоминает Слово Псалом Псалмы А после Воскресения Помните Когда Он Учил Дивился Ученикам Приморья Не Приморья Кевриатская А Два ученика Шли По дороге Да По дороге В Маус А не написано Лепсалмам Да Это Луки Да Это Луки 24 глава 24-44 Если кто нашел Прочитай Вот о чем Я вам говорил Еще бы с вами Належит Исполнится Всему написанному А мне В законе Моисеев Пророках И псалмах Закон Моисеев Пророки И псалмы И псалмы Ветхий завет Ветхий завет Приглашаем вас Принять участие В глобальном проекте По распространению Евангелия И расширению Библейского образования От нас зависит Будет ли христианское Образование доступным Поддержите наш проект Молитвой И финансами О чем молиться И как пожертвовать Вы можете узнать На сайте www.tvseminary.com А есть ли в Евангелиях Упоминания о том Что Сам Христос Пел Псалмы Воспел И пошли на гору Когда они Воспели После вечера Воспели И пошли на гору Там правда Конкретно не указывается Что они Воспели Там определенно Божий у них закон Ну по всей вероятности Псалмы Видимо Псалмы Да И там еще было Такое положение Насколько я знаю Когда был праздник Пасхи То были Псалмы Восхождения Пелись там Со 111 110 И там до 117 По моему Псалмы Восхождение То есть Все Все паломники Все кто шел на праздник Пели эти псалмы При восхождении На гору Да Их еще называют Литургические псалмы Псалмы Для Богослужений Непосредственно А вот интересные Такие данные Обнаружены Что В Новом Завете Содержится 287 Цитат Из Ветхого Завета 116 Из них Это Библейская Псалтирь Ссылка На Книгу Псалмов 287 Всего Из них 116 Из Псалтири Книгу Псалмов Иногда Называют Малой Библией Малой Библией Почему Потому что В ней Отражены Все те Этапы Развития Истории Израильского Народа Которые Освещены Во всей Библии Да На языке Молитвы Там История Израиля Представлена На языке Молитвы И хвалы Свидетельство Боге Творце Бог Сотворил Небо И землю Видимый Невидимый Мир Сотворил Человека В книге Псалмов Очень ярко Показано Действие Божьего Промысла Божьего Проведения В истории Народов В истории Отдельных Лиц Вот Говоря о том Что Псалмы Можно назвать Малой Библией И Здесь можно Дополнить Что Книга Псалмов Это Богословие В звуках Есть Псалом Я читал Когда Можно Вот В этом Псалме Прочитать Всю книгу Исход Даже Левиты Числа Можно захватить В одном Псалме Кратко Излагаю По-моему Давид Да В обобщенной Такой Поэтической Форме Псаломской Это не просто Песни Для Услаждения Это еще и Богословие Учение Наставление Связанное С разными Сторонами Жизни Охватывает Все стороны Жизни Духовной Практической Бодовой Семейной Недаром Вот эту Книгу Называют Учебным Пособием А На Руси Книгу Псалмов Иногда Называли Подорожной Книжицей Подорожная Книжица Почему Подорожная Книжица Ну что Всегда С собой Брали Путешествия Длинные Переходы А на Руси Ж была Такая Традиция Традиция Паломничества Паломничать К святым Местам Киев В Иерусалим На святую Землю И Паломники Всегда С собой Брали в дорогу Книгу Псалмов А ведь Книга Псалмов Это Общая Духовная Сокровищница Христиан Всех Конфессий Всех Церквей Что Эта книга Используется И православными И католиками И протестантами В некоторых Католических Монастырях Есть такая Традиция Что Во время Богослужения Пропевать Все 150 Псалмов Ничего себе Все 150 Псалмов И сколько Это длится Не знаете Монастырские Службы Они очень Длинные Ночные Длинные И монахи Там мало Спят Встают Например Часа в два Богослужение Начинается Часов до четырех Потом Краткий отдых Небольшой Снова Богослужение Утренний Весь такой Суточный Круг А Вот У некоторых Верующих Принадлежащих К Реформатской Церкви До сих пор Есть такая Традиция Они воспитывают Детей На книге Псалмов Начиная Прямо с Малолетнего Возраста Они Приучают Детей Чтобы они Запоминали Тексты Псалмов И когда Дети Становятся Взрослыми Они Почти Все 150 Псалмов Помнят Наизусть Это У Реформатов Есть Такая Семейная Традиция Как Часть Духовного Воспитания У Малакан Вот Мне Самому Лично Приходилось Наблюдать На Малаканских Собраниях Дети Очень Активно Участвуют Обычно Они Рассказывают Наизусть Псалмы Ну И как Вы знаете Малаканское Собрание Малаканское Богослужение Как раз Построено Тоже на Воспевании Псалмов Библейских В старорусской Народной Манере Мы в прошлом году Наверное Прослушали Иллюстрацию Я вам Включал Как Малакани Поют Псалмы Вначале Текст Произносят Эти люди Которые Слух Произносят Текст Малакан Называется Проказчики Проказчики Проказывает Текст Вначале Прочитывает Оглашает Его Вслух Кто Воспитывался В традиционной Баптистской Церкви Тот Наверное Еще Помнит Что Вот Эта Традиция Малаканская Вначале Она присутствовала Еще у Духоборов Духоборы Малакани Потом Частично Она перешла И в Баптистские Церкви Тоже Вначале Читать Куплет Псалма А потом Петь Всем вместе По-моему Московская Центральная Баптистская Церковь До сих пор Еще Применяется Когда С кафедры Прочитывают Куплет Псалма И Потом Все Поют Но Это Было Еще Связано С тем Что Не Был Сборников Духовных Песен Там На Целую Церковь Одна Библия Могла Быть На 100 Человек Или Один Сборник Человек На 50 Поэтому Вначале Прочитывали Тексты Вы Наверное Помните Каким Книгам Относится Книга Псалтика К поэтическим К поэтическим А какие книги Входят в этот разряд Поэтические книги Библии Какие считаются Песни песней Песни песней Иова Иова Псалтырь Псалтырь А еще Притчи 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 Иова Псалтирь Это вот тот набор Который Классический Считался Поэтическими Книгами Библии Иногда Книгу Екклезиас Тоже Относят К Поэтическим Книгам А как вы думаете В других книгах Которые Не считаются Так официально Поэтическими Есть Фрагменты Поэтическом Стиле Есть В Новом Завете Есть Допустим Притчи Которые Говорит Господь Иисус Христос Тоже Поэтический Смысл Там есть Есть Молитвы Молитвы Еремия По моему Молится Моисей Молится Плач Еремии Вот это Тоже Там есть Фрагменты Поэтические А в книге Пророк Исаия Встречаются Поэтические Ученые Библеисты Пророк Исаия Считают Тоже Выдающимся Поэтом Великим Поэтом Израиля Что он Не только Пророк Не только Проповедник Но еще И человек Одаренный Поэтическим Даром Поэтическим Талантом Очень большим И таким образом Вот мы видим Что большинство Фрагментов Священного Писания Написаны Языком Поэтическим Художественным Языком Что Бог Своё Слово Провозглашал Языком Поэзии Часто Почему Многие люди Не церковные Так с трудом Воспринимают Библию А нет Определённой Подготовки Даже Не в смысле Что нет Там Духовной Подготовки А Нет Вот Того Кругозора Который Необходим Для чтения Серьёзной Литературы Поэтической Литературы А тем Тем более Сейчас Вообще Жанр Поэзии Можно сказать В загоне В глубоком Находится Эпоха такая Прагматическая Рационалистическая Если взять Например 60-е годы 20-го века Какой бум был Какой интерес К поэзии Устраивались Такие Грандиозные Поэтические Вечера Там Евгений Евтушенко Давал Поэтические Концерты Там Андрей Вознесенский Белла Ахмаддулина Собирались Огромные Огромные Толпы Народа Там Конной Милиции Даже Поцепление Устраивал В московских Залах Такой был Приток Желающих Слушать Стихотворения Поэмы И потом Этот бум Пропал В современной России И в Америке На Западе Тоже Интерес К поэзии Резко уменьшился Ну а теперь Цели и задачи Курса Цель Курса Что мы с вами Должны Уяснить Изучить Ну во-первых Происхождение Псалтири Авторство Культурный фон Этой книги Второе Мы с вами Будем учиться Классифицировать Псалмы По тематике И Форме Мы будем Стараться Учиться Использовать Псалтирь Как Как школу Молитвы И Духовного Возрастания Запишем Основную Литературу Учебную Учебные Пособия Источники Которые Могут нам Пригодиться И в процессе Аудиторного Изучения Данного Курса И Потом Во время Самостоятельных Занятий И В разных Других Случаях Вот этот Основной Списочек Книг Источник Пособий Желательно Иметь В своей Личной Домашней Библиотечке Ну в первую Очередь Конечно Это Священное Писание Библия Псалтирь Это Наш Основной Источник Вот такая Книжечка Может быть Кому-то Попадалась На глаза Автор Этой Книжки Ваш Покорный Слуга В.А. Попов Называется Она Исследуйте Писание Что в этой Книге Есть целый Раздел Посвященный Да Обзорному Анализу Книги Псалмов Библейской Псалтире А есть еще Автор Самуил Шульц Вы наверное Видели его Книги Учебные Пособия Самуил Шульц Две Книги Два Учебника Один Называется Ветхий Завет Говорит Ветхий Завет Говорит А вторая Его же Книга Обзор Ветхого Завета Российское Библейское Общество Современное Оно Возродилось Как вы помните В 1990 Году В 1824 Году Было Закрыто Только В конце 20-го Столетия Вновь Возобновило Свою Деятельность И вот Это общество Издает Альманах Мир Библии Что год Издания 1994 Номер Первый Там есть Очень большая Развернутая Статья По псалмам По библейской Псалтире Есть еще Одно Такое Оригинальное Можно сказать Тоже Учебное Пособие Одного Современного Автора Это пособие Называется Школа Молитвы И Духовности Автор Дон Постем Школа Молитвы И Духовности Этот Автор Специально Посещал Своебразные Духовные Центры Во всем Мире Европейские Американские Духовные Центры Где Практика Молитвы Развивается На основе Изучения Знакомства С разными Общинами С практикой Молитвы Он написал Такое Вот Пособие Довольно Популярное Простое Доступное Там тоже Есть Очень много Связей С Библейской Книгой Псалмов С библейской Псалтирией Ну и Материалы Наших Лекций Материалы Аудиторных Занятий Вот Это Основная Наша База Литература Для Того Чтобы мы Могли Так Более-менее Полно Познакомиться С данным Курсом Продолжение следует... Продолжение следует...